Требуем отставки этой власти господина Якоба, которая создала систему управления городом в интересах спекулянтов, а не в интересах жителей города. По этой причине мы имеем самую высокую стоимость квадратного метра, мы имеем самые высокие коммунальные услуги, мы имеем самую высокую стоимость проезда в общественном транспорте и многое-многое другое. И мы понимаем, что сегодня простой народ, живя в красивом, хорошем, динамично развивающемся городе, не получает ничего, ни возможности купить жилье, ни возможности получить качественное обслуживание в коммунальной сфере, ни возможности комфортного и дешевого обслуживания в общественном транспорте. По одной причине, потому что старая команда на этом зарабатывает. Они во все отраслях городского хозяйства поставили прокладки спекулянтов-паразитов, которые кормятся за счет бюджета и за счет которых происходит резкий рост цен во всех сферах городского хозяйства. Якоб, уходи! Основное требование сегодняшнего митинга, сегодняшнего мероприятия, это господина Якоба отправить в отставку. Сегодня все сферы деятельности в городе вызывают колоссальное количество вопросов, но самое главное, не имеют ни одного ответа. Коррупционные схемы, которые созданы за 20 лет в администрации Екатеринбурга, сегодня однозначно говоря, что мы на любые попытки решить вопрос, например, со стоимостью проезда, снизить его для граждан, получаем сегодня ответ администрации, какой увеличивает стоимость для льготных, даже льготных категорий граждан. Такой подход к работе и такое отношение к горожанам не устраивает ни нас, ни тех людей, кто сегодня пришел сюда. Чтобы вмешались, наверное, сегодня такая традиция в России, пока не привлечешь более старших и опытных товарищей, решить вопрос они самостоятельно не могут. Самое главное, деньги-то есть у города. А почему бараки, почему дома, почему все валится, почему все развалилось, почему это? Конечно, нам такая власть не нужна. Дороги проблема большая, дорога, мы не можем из Химаша выехать, у нас есть одна дорога, но она в такой степени загружена. А вот когда через базу овощную едешь, там много-много, но все дыры, сплошные дыры, как Ельцин раньше говорил, заплаточная дорога. То есть заплатки делают, а дорогу не ремонтируют. Через месяц она все развалилась. Самое главное, это все вместе делать одно дело. А на сегодняшний день я реально вижу противостояние между городом и областью, которое делу не помогает, а которое только мешает. Я про свою конкретно организацию «Союз композиторов» могу сказать, что противостояние города и области настолько мешает, что эту проблему нужно решать срочно. Для нас в городе стоят проблемы двойных стандартов. То есть нужно, чтобы привести все к единому знаменателю, нужно, чтобы все дули в одну сторону. Если мы занимаемся каким-то мероприятием, чтобы не получилось так, что город и область их делят между собой, а чтобы они вместе занимались этим мероприятием. И чтобы не было так, чтобы, допустим, если город узнает, что этим мероприятием занимается область, то отказывалось бы от этого участия в этом мероприятии. И наоборот. То есть я за, как Кольт Леопольд, за мир во всем мире и, прежде всего, между нашим городом и областью. Мне кажется, сегодняшнее мероприятие удалось. Это видно и по составу участников. Много молодежи, много людей среднего и пожилого возраста. То есть это говорит о том, что буквально все слои города беспокоены текущей ситуацией, которая сложилась. То есть куча, куча проблем огромная, которая никаким образом не решается, с каждым годом только углубляется. Лично я сегодня говорил о состоянии наших дорогах, потому что, очевидно, огромная непропорциональность между теми деньгами, которые каждый год складываются из-за бюджетов разных уровней, отчисляется миллиардами рублей, и тем состоянием, которое мы имеем каждый год. Метровые ямы и так далее. И совершенно отсутствие дорог. И, соответственно, позиция администрации, которая говорит нам о том, что в качестве дорог виноваты автомобилисты. Мол, автомобилей очень много, поэтому получается, что мы за свои же деньги еще оказались виноваты. Ну и говорил про благоустройство. Екатеринбург официально уже, по-моему, во всех средствах массовой информации характеризуется как грязьбург. Поэтому это проблема, эту проблему надо решать. Мы не видим со стороны Александра Якоба никаких подвижек в этом направлении. Поэтому мы считаем, что он со своей командой должен уйти в отставку. И чем быстрее, тем всем горожанам будет лучше. Якоб, уходи!